Доброе утро! Доброе утро! Куратор программы поддержки молодого искусства в Московском музее современного искусства и художник, которого поддерживают, Павел Адельнов. Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Мы сегодня... Вот, сегодня все картинки у нас вышли. Кто в Ютьюбе смотрит, пожалуйста, обратите внимание на экран и в чате тоже я вас всех приветствую. Мы все вас приветствуем и начнем. Ну, у нас, как всегда, аккуратная Ксения Басилашвили, отличница. Ой, ну прямо, да. Я, конечно, была на выставке. Делает все домашние задания. Все, да, всегда первая. Была на выставке, конечно. И я была в день бесплатного посещения музеев. Наверное, и эта тоже сыграла свою роль. Нет, я бы и так пришла. Я просто хочу сказать, что на самом деле было огромное количество людей на этой выставке. Огромное количество. И люди зависали у картин, в буквальном смысле. Они не могли отойти от видео. Они улавливали звуки и запахи, потому что запахи на этой выставке тоже есть. Запахи вот той самой промзоны, которую пишет Павел Адельнов. Это действительно огромный проект исследования места, в котором родился и вырос Павел. Это Дзержинск, да? Это Дзержинск. Это Дзержинск. И у меня один вопрос. Это город Дзержинск, Нижегородская область. У меня один вопрос. Вот как вот в этой промзоне для меня совершенно адовой можно было... Нет, как можно жить, это можно приспособиться ко всему. Но как можно было вырасти художником? Как можно было вырасти... Ну, потому что там... Ну, понятно, хорошо. Там все... Пусть Павел... Серо-коричнево-бурю-малиновый, очень депрессивная. Ты уже несколько... Я, во-первых, вырос не в промзоне, а в городе Дзержинске. И я помню его в детстве прекрасным городом, зеленым, с замечательной архитектурой, с выставочным залом, куда приезжали интересные выставки. И, может быть, это и сподвигло меня стать художником. Потому что никого художника в семье у меня не было. Для меня самого загадка, почему я им стал. Вот, это загадка. Ну, значит, так должно было быть. Сегодня будем решать эту загадку. Значит, так должно было быть. Вот и все. Ничего случайного не бывает. Но вот другое дело, вот когда предмет у вас становится предметом, собственно, промзоны, и, собственно, становится и город, но не люди, получается так. Или люди тоже? Именно люди в центре. Именно люди. Да, в центре всего как раз у меня люди. То, что они не изображены, это не значит, что их нет. Все, что вы видите, оно так или иначе связано с людьми. Они жили, они находились в этих пространствах, работали. И вот то, что вы увидите на выставке, если вы придете, то вы погрузитесь в ту атмосферу, которая была в этих цехах, в то, о чем они говорили, как они общались. Как раз для этого мой папа специально написал книгу своих воспоминаний, мемуаров, которая называется «Без противогаза не входить». И цитаты из этой книги с включениями вот каких-то самых интересных диалогов, самых интересных внештатных ситуаций, которые он описывает, можно прочесть на стенах рядом с моей живописью. Ну, там отрывки, конечно, естественно, мы не могли расположить на стенах музея все тексты, которые хотелось. Ну, я хотел. Вот, Дарья, и что это? Это исследования химических производств, которые были в советское время там. Это погружение в семейную историю, чтобы наши слушатели поняли, все-таки о чем этот проект. Ну, вот я считаю, что это проект про то, как вообще жила вся Европа в 20 веке, что вся Европа была подчинена этой военной доктрине, гонке вооружений. Везде строились эти заводы, которые, в принципе, теперь невозможно содержать. Мы же знаем, что у многих европейских стран та же самая проблема, что многие там делают какие-то арт-кластеры, там, вот, в Германии, мы знаем. Да, но там целые гигантские, в Германии гигантские вот эти промышленные зоны на Западе, они, где один город переходит в другой, один завод кончается, другой начинается. Там ведь сейчас совершенно по-другому сделано. Ну, все равно это та же самая проблема, которая просто решается по-разному. И получается, что вот мы все жили рядом, внутри этой военной доктрины каким-то образом, ее обслуживая. И то, что осталось, вот эти обломки, они имеют, наверное, одинаковое значение для всех, неважно, где родился человек. Ну, еще и промышленность, которая нам, начиная с того, когда ее устанавливали, с того же самого 19-го, 20-го века начала, это казалось вообще, это самое современное, самое могучее, самое замечательное, ведущее нас в будущее. Все, и сейчас мы это по-другому осознаем. Но речь вот идет, прежде всего, о вредных производствах. Это химзаводы, да, химзаводы, это химоружие. Ну, это одна из линий, но все-таки вот эта вот жизнь рядом, жизнь людей рядом с огромным предприятием, завязанных на этом предприятии, мне кажется, что тут не так важно, чем именно занималась. Да, потому что я бы не сказал, что был способствующий здоровью там кондитерская фабрика «Красный октябрь». Нет, ну это разные вещи абсолютно. Кондитерская фабрика «Красный октябрь», я думаю, все-таки большая. Чем занимались, чем занимались эти люди, о которых вы... Нет, внутри, когда там работали, там ухо-хо было, да, извините. Ага, ну вот чем они занимались? Занимались тем, что производили, сначала производили продукцию в военных целях, где-то, наверное, годов до начала 60-х, а потом, даже, наверное, раньше, произошел переход на конверсионные производства, и это была продукция, которая была необходима в народном хозяйстве. И сейчас, вот когда часть этих производств стала, мы закупаем эту продукцию у других стран. Вы же можете назвать, что это за продукция? То есть вы как секретно так как-то говорите? Ну, это какие-то химические полуфабрикаты, которые нужны для дальнейших, для того, чтобы производить, например, поролон, синтетические волокна. Это сейчас? Корунды. Или тогда? Ну и в 60-х тоже, да. Это и сейчас, и тогда? Ну, там же был крупнейший завод Оргстекла, который... Да, плексиглаз советский. Капролоктам, да. Капролоктам. Это как раз основа для синтетических волокон, да. ПВХ. ПВХ сейчас и сейчас работает. Акрилат. Акрилат тоже сейчас работает. Есть часть производств, которые выжили, которые сейчас неплохо себя чувствуют. Но все-таки, наверное, большая часть вот этих производств, она сейчас в руинах. Ну, это совершенно особая жизнь была, когда город и гигантское производство. И вот почувствовать вот эту жизнь. И вот сейчас художники многие, не только художники, а вот, например, и художники, те, которые занимаются и сценой, и даже танцем. Вот когда Аня Абалихин сделал там с Мартыновским цехом, вот это прощание было, закрытие производства. Это было удивительное совершенно ощущение, вот когда она познакомилась со всеми людьми, которые в этом участвовали, и ей помогали, а она понимала, как они работают. Это совершенно такая вот особенная жизнь, с особенными своими. А вы ее чувствовали и изнутри тоже. Я пытался почувствовать ее изнутри, но, конечно, у меня моя ситуация, это, наверное, постпамять. То есть не то, что я сам помню, а то, что я помню по рассказам моих родителей, бабушек, дедушек. И я пытаюсь как-то войти в эту историю, понять ее. И вот этот взгляд немножко со стороны, он дает еще одну перспективу, которая, может быть, тоже по-своему очень интересна. У меня есть возможность отступить на шаг назад и увидеть картину в целом. Что, в общем-то, можно сделать, если прийти на мою выставку. А вас в детстве не водили туда? В детстве нет. В детстве мы каждый день, не каждый день, а каждые выходные проезжали мимо этих предприятий на машине. И там всегда были такие очень особые запахи, загазованность. Папа всегда дежурно шутил. Дышите глубже, проезжаем Сочи. У нас был садовый участок в паре километрах от одного из производств, поэтому все эти запахи я помню с детства. Но я никогда не был внутри. А чрезвычайные ситуации в связи с выбросами бывали? Да, регулярно бывали. Когда просыпаешься утром, идешь в школу и идешь через какой-то туман, который пахнет непонятно чем, какая-то смесь газов. Причем некоторые из этих газов могут быть довольно вредными. Те, кто работали на этих заводах, они отлично знали, что произошло, и по этой смеси могли догадаться. А вот там и там. А вот этот цех, а вот этот корпус. А это у нас отсюда. А это, скорее всего, оттуда. Да. Это тоже, кстати, элемент жизни. И элемент общего ощущения своей жизни. Вот вы говорили про «Красный октябрь». Я выросла недалеко с большевичками. Это запах ванили. И конфеты, да. Большевичка или большевиков? Большевичка эта ткань. Кондитерская, значит, которая на... На Ленинградке? Да, на Ленинградке. Большевик, да, фабрика СЮ бывшая. Да, я выросла в доме возле ипподрома, поэтому если ветер был с одной стороны, то у меня с другой стороны ваниль. Вот у меня такой был выбор. Ну да. Нет, там у нас, вот когда в Москве, там всегда там кого-то... А что у вас еще там есть? Завод Клейтук у нас есть. И сразу так замирают, и очень интересные там вот сразу ощущения получались. У кого-то нейтральные, у кого-то... А у нас Останкинский пивзавод недалеко. И тоже так смотрели со значением на тебя. Соученики, которые там недалеко жили, например. Это ведь тоже вот отдельная жизнь. А вот вы, как Дарья, представляете, вот когда вот... Когда для того, чтобы выставку эту сделать, для того, чтобы у нас был весь комплекс каких-то ощущений. Вот это как вы делали? Ну, это на самом деле делал Павел. Ну, Павел делал, конечно. Потому что персональная выставка здесь, роль куратора, в общем, совсем другая. Моя задача была... Помочь. Просто помочь, поддержать и не мешать. Но Павел работал четыре года над этой темой. Четыре года такого погружения. И в разные стороны она развивалась, эта история. Да, 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 да. Потому что... Ну, тут ещё такой нюанс, что в 2014 году мы с Павлом делали выставку. И в музее есть правило. Естественно, мы не можем делать каждый год выставки одного и того же художника. И когда я узнала от Павла об этом проекте, мне очень захотелось его показать. Но мы должны были вот эту вот паузу пережить. И за это время я с жуткой ревностью наблюдала за жизнью проекта. Потому что у проекта была уже выставочная история. И прекрасную выставку сделали в Арсенале в Нижнем Новгороде. И несколько галерей, которые тоже представляли, но в основном живопись. А в Нижнем Новгороде была вот такая тоже сложная экспозиция. И я очень ждала этого момента. Наконец-то он наступил, и мне кажется, что со стороны музея мы всё, что могли, сделали для того, чтобы вот это пространство зажило по-другому. Вы писали заброшенные цеха, вы фотографировали их, вы снимали все эти территории с помощью дрона или квадрокоптера. Я не понимаю, это что, никем не охраняется? Вы просто могли войти на эту когда-то засекреченную зону и спокойно ходить? В каком состоянии сейчас, в каком состоянии это, и как вы туда попадали? Это же абсолютно ещё такая детективная история. Разными способами где-то договаривался, где-то какими-то другими способами попадал. Но мне важно действительно было сделать эту историю многослойной. Мне хотелось показать несколько перспектив, чтобы можно было посмотреть на эту промзону. И из исторической перспективы, через газеты, через какие-то рассказы, события, которые происходили в прошлом, через какое-то просто прохождение, как сталкер идёт через эти руины, через эти территории. То, что можно увидеть на моих картинах. Чтобы можно было пролететь, как птица над этой промзоной и увидеть её сверху. Чтобы можно было прикоснуться к каким-то вещам, может быть, даже понёхать. И мне бы хотелось создать такую историю, которая бы работала у зрителей, как бы получилась своя. Чтобы он мог сложить из неё свою историю, свою картину, свою выставку. Но ещё ко всему это и пространственная история. Вот когда я сейчас и вот наши, те, кто по ютюбу слушают и смотрят, могут видеть на экране за нами. Я вот всё время сейчас, когда мы говорим, я всё время вглядываюсь в какое-то пространство, которое здесь образуется. Это совершенно такое многослойное пространство и многоосмысленное пространство. И ведь это не нарочно так сделано. А вот оно само даёт вот эти снижения. Нет, оно всё-таки сделано нарочно. Потому что эти осмысленные художником изображения, естественно, там переделаны. Я про другое нарочно, я про другое нарочно, я в придумывании смыслов, которые мы вкладываем. А здесь вот из самого пространства, естественно, организованного, естественно, каким-то образом переработанного, ещё дополнительные и не совсем, может быть, даже и для вас до конца известные смыслы вылезают, конечно. Да, вы правы. Для меня ещё очень важно то, что у меня есть своя точка входа в эти пространства. Это мои предки, мои родственники, которые работали в этих цехах. Поэтому часть картин с интерьерами цехов, они изображают те интерьеры, в которых работали мои бабушки, мой папа. Поэтому для меня это не просто какая-то заброшка. Это то, что для меня имеет отношение к моей семейной истории. Да, но вы их видите по-другому всё равно. Хотя вы входите через эту точку, но всё равно вы видите и видится вслед за вами, видится ещё и дополнительно. Вот у нас здесь проходит слайд-шоу, и я не могу здесь, конечно, не увидеть эту изумительную эстакаду такую, крытую, которая... Переход разрушается. Вот переход такой, переход эстакада, действительно, которая рушится на твоих глазах. Притом, когда ты её слева-направо смотришь, она всё уходит в никуда. Переход, который не ведёт никуда. Никуда, да, абсолютно уходит никуда. А вот эти с красно-белыми трубами, красно-белый шлагбаум, и вот эти совершенно абсолютно получается и эстетские, вот эти лом и мусор какой-то, которые по бокам есть. А с другой стороны, какая-то так и невероятная печаль с радостными цветами, вот этими самыми красно-белыми, которые тоже поразительные вещи. Да, у меня у самого какое-то смешанное чувство, с одной стороны, это ужасно, то, что я вижу, мусор, который здесь лежит, с другой стороны, это мои родные места, это то, с чем связано моё детство и жизнь моих родственников. Для меня это не просто какие-то места, а очень личные. Вот здесь есть потрясающая, совершенно поразительная башня, на которой написано какая-то нечитаемая, а потом смесь. Это какая-то смесь. Водородная смесь. Ну, потому что здесь ощущение, она стоит где-то, но ощущение того, что это какой-то плод медузы, среди абсолютно открытого океана. И вот здесь вокруг неё просто как волна поднимается. Ну, собственно, это тот самый художественный приём, который был использован Павлом, потому что, если вы посмотрите, очень многие вещи по композиции, по цвету, по свету отсылают нас к каким-то произведениям возрожденческим вот этого вот периода. Посмотрите, это же, в общем, совершенно такие портреты этих строений, которые должны и, собственно, вызывают у нас вот тот вот ряд, то, что называется фоновые книги, да, всплывают те произведения, которые... Конечно, 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 и с одной стороны, когда мы смотрим там какие-нибудь пустыни, пейзажи из свернутой трубы, декирику, вот что-то такое. Там что-то, да. Всё, вот всё вот здесь начинает таиться. Ну, это же... Ну, это одно из очень важных свойств живописи, и если художник умеет использовать эти приёмы, то он обращается к нашему, собственно, ко всему нашему образованию. Ну, правильно. К нашему культурному... Это вообще особенность живописи, что она всегда говорит со всей живописи, которая была таит в армию. Естественно. Ну, мы сейчас прервёмся и через пять минут... Через сколько-то там минут пять, да, четыре-пять минут продолжим. Удальцов. Угу. 10.30 в столице. На их новости у микрофона Елена Лиховская. Здравствуйте. В начале выпуска срочное сообщение агентства ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что умер академик Жорес Алфёров. Других данных пока нет. Экс-президент СССР Михаил Горбачёв сегодня отпразднует свой 88-й день рождения в кругу семьи и друзей. Никаких публичных торжеств не запланировано, рассказал агентство РИА Новости, руководитель отдела контактов с прессой Горбачёв фонда Павел Палашченко. Он отметил, что традиционно в этот день Горбачёв получает множество писем и телеграмм, в том числе правительственных. В Алжире более 60 человек пострадали в результате массовых акций против выдвижения 81-летнего президента на пятый срок. Более 40 человек задержаны. По меньшей мере, один человек погиб, сообщает телеканал Sky News Arabiya. Полиции утверждают, что большинство задержанных находились под воздействием психотропных препаратов. Некоторые из них портили государственную собственность и ввязывались в драки, добавили в ведомстве. Президентские выборы в Алжире запланированы на 18 апреля. Абдель Азиз Бутефлика занимает пост президента с 1999 года. Митинг против использования реагентов пройдет сегодня в Москве. Акция согласована с властями. Ее инициировало движение Моссовет. Участники собираются заявить о том, что противогололедные реагенты, которые используются в столице, не соответствуют технологии уборки улиц и вредят здоровью. Акция начнется в час дня, рассказал эхо-координатор движения Левый фронт Сергей Удальцов. Особенно в этом году заметно... Участники соберутся на автозаводской площади. Эксперты по кибербезопасности зафиксировали массовую атаку на российский бизнес. Хакеры организовали рассылку писем с вредоносными программами. При этом они маскировались под известные бренды. Направляли письма от имени Ашана, Магнита, группы Пик. Источники РБК рассказали, что атаки начались еще в ноябре прошлого года. Наибольшая активность пришлась на февраль. Издание отмечает, что это первая массовая атака подобного рода. Три десятка жилых домов и хозяйственных построек сгорели в высокогорном селе в Дагестане. Это произошло в Цумадинском районе. Пожар начался вчера вечером. Потушили огонь ближе к двум часам ночи. Без жилья остались больше 60 человек. Им предложили переехать в Центре временного размещения. В республике начался сбор гуманитарной помощи. Причины пожара пока неизвестны. Источники ТАСС говорят, что среди версий короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. И в завершении выпуска вновь к первой его теме Геннадий Зюганов подтвердил сообщение о кончине академика депутата Госдумы Жары Салферова. Подробности через полчаса в информационной программе «Эхо». В Москве сейчас минус 10 градусов. В течение дня минус 4, минус 6 без осадков. Елена Лиховская, служба информации «Эхо Москвы». Позитивная реклама Так здорово, но вовсе, я зачитал просто поставлено так, что там, где-то, измедление, ускорение. Класс. Это же оторвать снимать. Еще так звучит немножко нереалистично, как будто бы ты уже так слышишь по радио. Спасибо. Мы продолжаем. Мы продолжаем. Ксения Басилашвили, Сергей Бунтман, ведущий, Александр Смирнов, звукорежиссер. И в гостях у нас и куратор выставки, и художник у нас в гостях, Павел Отдельнов. И мы выставляем. Знаете, Дарья, нас просят, где адрес. Да, Петровка, 25, третий этаж. Петровка, 25. Не перепутайте номер. Петровка, 25. Вот, третий этаж. Музей современного искусства. Да, московский музей современного искусства. Вот скажите, пожалуйста, еще. Скажите, пожалуйста, вот действительно вот в комплексе звук, тексты, картины, вот все это. И само оформление, само пространство выставки. Вот оно тоже точка входа для зрителей, да? Вот в вашу систему, вот в ваш этот мир, который вы создаете. Да, разумеется. И здесь, чтобы сами могли разглядеть, или вы как-то все-таки железной рукой их ведете к каким-то выводам? Нет, ни в коем случае. Я вообще не веду никаким выводам. Я предоставляю это сделать тем, кто придет на мою выставку. Мне бы хотелось как раз создать такой нерепрессивный подход к этой выставке, и чтобы у зрителя могла сложиться своя картина. Однако, когда вы ходите по коридору, и в этом вот сером коридоре вверчены такие лампочки, железом обмотанные, да? Заховые, заводские, да, заводские. И ты, в принципе, вполне себе понимаешь, что ты там, и рад, что ты не там, с другой стороны. Да, тут такая атмосфера. И рад, что ты не там. Здесь нам пишут на СМС, а помните эпические трубы ТЭЦ в Лондоне? Там вроде тоже музей Терперь Алексея Марьина. Наверное, я не знаю, Алексей, наверное, там музей. Но я не представляю, как можно сделать музей на месте, где просто экологическая катастрофа. То есть мы сейчас рассказываем, какие-то цеха, какая-то красота, да? И действительно, Павел показывает нам вот эту индустриальную... Красота и ужас здесь всего есть. Но это место экологической катастрофы, где до сих пор нечем дышать, как я понимаю. Где существуют какие-то жуткие ямы с отработанными химическими отходами. Это не ямы, это карстовое озеро запустили. Карстовое озеро. Объясните хорошо. Которым вы восхищаетесь. Извините меня, вы это с дрона снимаете. Вот это жуть вообще. Это же эстетика какого-то кошмара. Ну, восхищаюсь, может быть, не то слово. Скорее, да, это фиксация. И действительно, эти ямы есть. Что это за ямы? Расскажите. У каждого завода, особенно у тех, которые работают с перерабатываемыми продуктами, есть такие отстойники шлама-отстойники, шламонакопители, в которые сбрасываются отходы разных производств. Вот в Дзержинске есть два знаменитых на всю Россию отстойника, которые называются Белое море и Черные дыра. На всю Россию. Они из космоса видны. А таких белых морей, на самом деле, в России довольно много. Их четыре, насколько мне известно, в разных производствах. Они выглядят белыми, такими белыми прямоугольниками, с скругленными краями сверху. И там отходы разных производств. Иногда бывают очень токсичные, иногда бывают не очень. Но обычно в открытые резервуары сбрасывают не выше, чем четвертый, третий класс опасности. То есть это не очень опасные вещества. А самый опасный это какой класс? Первый, естественно. Первый, там все идет по... Да, да. А туда сбрасывали что? Вот именно в Дзержинске? Что туда сбрасывали? Вот в Дзержинске есть опасный такой отстойник, который нелегальный, в который сбрасывали с советского времени отходы производств. Называется Черная дыра. Это карстовая воронка, благодаря которой, в общем-то, произошло заражение и отравление вод грунтовых. То, что было в этой воронке, то, что в нее сбрасывали, оно попало в грунтовые воды. Это были отходы тех производств, которые нельзя было просто сбрасывать в такие открытые резервуары. Вот эта Черная дыра, она даже попала в каком-то году в книгу Риткурадов-Гидмоса как наиболее зараженный, наиболее грязный водоем на планете. Но сейчас же люди тоже живут рядом, они тоже пользуются всем этим? Рядом не живут, но на некотором расстоянии, да. А что-то с этим делает кто-то? Что-то делает с этим? В 2011 году специально для того, чтобы заняться рекультивацией этих объектов, и чтобы как-то, вообще, чтобы процесс пошел, в эти места приезжал бывший тогда президентом Дмитрий Медведев, и он пообещал выделить средства для рекультивации. Но пока как-то это не случилось почему-то по каким-то своим причинам. Я понимаю, что средства выделялись, но рекультивации не происходило. Ну, вроде бы, сейчас начинают рекультивировать эту Черную дыру. Уже поставили установку плазменного сжигания, и надеемся, что все-таки это произойдет, что эти отходы будут уничтожены. А много остается вообще людей? Ведь много ли закрылось производств? Сократилось ли оно? И чем занимаются люди, которые раньше работали? К сожалению, да. Количество рабочих мест сократилось, и сократилось количество работающих производств. Но все-таки надо сказать, что появились некоторые новые производства, пусть не такие большие. Люди, да, люди уезжают и в другие города, люди работают в соседних городах. Но, к счастью, есть и работающие производства в городе Держинске. Ну, вообще, такое ощущение, что эта выставка, она еще подняла вот тот плаз, с которым я лично, например, не была знакома. То есть мы не задумывались о том, да, как живет Держинск. Я не могу сказать, что я в ежедневном режиме об этом думала. А здесь вот благодаря книге Павла Александра Отдельного, который всю жизнь проработал на этих производствах, вот они вдвоем вытащили столько историй жутких, понимаете, просто на самом деле криминальных производств. Когда просто гибли люди и отравлялись люди благодаря тому, что они не знали, как, продолжим, общаться с, там, не знаю, двуокисью, поправьте меня. Окисью углерода. Окисью углерода. И какие-то происходили взрывы. И чрезвычайные ситуации, которые тогда, естественно, они не попадали на первые полосы газет, как вы понимаете. То есть это жизни, которые просто были вычеркнуты. Просто вычеркнуты. И мне кажется, об этом еще проект, это вот вспомнить вот эти жизни, которые просто вот были... Ну, конечно. И вот поэтому Павел говорил, что вот все, что мы видим, это люди. Это люди, прежде всего, даже если вот их нет, потому что за каждым стоят люди, которые там работали, или семьи. Это жизни, да. И те, которые строили это. И те, которые, кстати говоря, и проектировали. Потому что здесь есть такое еще ощущение дополнительное к тому, что вот как здесь, вот три, вот корпус с тройными вот такими вот, отходит от него переход. Вот здесь вот. Это же кто-то придумывал. Ну, конечно. Кто-то видел. В этом есть определенная эстетика, кто-то еще ко всему, и не только это, утилитарная. А есть еще какое-то определенное видение здесь. И красота. И красота, которая ушла и преобразилась. Нет, но у нас на самом деле на выставке есть люди. Есть целый зал, посвященный только людям. Зал, который называется «Доска почетов», который в этой инсталляции живописной Павел в небольшом формате воспроизвел фотографии передовиков за очень-очень разные годы. И, с одной стороны, это живопись с фотографией людей. Понятно, что в газетных публикациях что-то уже выцвело, что-то выгорело, где-то была такая ретушь, что там и не разобрать черт. Но, сделав эту живописную инсталляцию, как бы, с одной стороны, это конкретные люди, которые были на этих изображениях. А, с другой стороны, это некий архетип, который менялся. И вот текст, который Павел повесил в этот зал, посвящен изменениям композиции, изменениям в репрезентации вот этих самых передовиков. И это портреты живых людей. И на полу, этот зал темный, на полу расположена инсталляция из противогазов, которые не были где-то закуплены. Это противогазы, которые были использованы и привезены из этой промзоны. То есть, вот, можно, как бы, посмотреть на этих людей, взаимодействовать с ними. Они не подписаны. Их имена, наверное, в газетах-то были, но для нас эти имена неизвестны. И это вот некое представление о тех людях, которые там работали и ушли в безвестность. Да, это люди, которых уже нет, о которых мы ничего не знаем. Это вот как раз получилась такая работа о забвении. И в этом же зале запахи, да, по-моему, вы собрали запахи? Нет, я не знаю, но рядом. Я не очень понимаю вообще, как это было возможно. Вот что это такое, вот собрать запахи? И для чего это надо? Для чего, может быть, а вот как? Да, и как. Вы знаете, это запахи моего детства. Я помню их вот по моим каким-то детским воспоминаниям. Это я взял немного с поверхности шлама накопителей тех веществ, которые можно было просто найти, и поместил их в склянки с притертой крышкой. Для меня это вот такие запахи, которые я храню. Вот один из запахов напомнил мне чем-то запах метро нового, когда ты спускаешься, и там что-то такое подобное можно ощутить. Я не знаю, резина или вот что. Но вы написали при этом воспоминания о вашей тете, да, которая ежедневно дышала. Да, родственница, которая дышала, да, и она болела раком. Но это часто случалось. Какие-то онкологические заболевания, которые вызывали не только запахи, но и вообще соприкосновения с разными химическими продуктами. У них иногда были канцерогенные свойства. А скажите, Дзержинские занимаются своей историей? Занимаются, там есть краеведы. Но, конечно, мне бы хотелось этого больше, чтобы и краеведческий музей был больше, чтобы больше был интерес к этой истории. Вы знаете, я должен себе сказать, что я никогда не особо не интересовался. Мне казалось, что краеведение — это самая скучная вещь, которая вообще может быть на свете. Заинтересовался уже, когда уехал из Дзержинска, и когда вдруг вот стал чаще приезжать домой и общаться с моими родственниками. Я понял, что я ничего об этом не знаю. Вот этот проект, который я сделал, это восполнение вот этой моей какой-то семейной исторической памяти. А семейная память, она может быть входом в большую историю, в историю страны, в историю вообще всего, что было в прошлом. Конечно. История. Вот это и есть история. Люди и вот что там происходило. И вот это и есть история. Но здесь пришла у нас смс от Марины, которая меня очень озадачила. И Марина пишет следующее. «Моя подруга поклонница соцреализма. Она с восторгом созерцала живопись Павла на этой экспозиции, повторяя, как она любит соцреализм». И Марина задается вопросом, а соцреализм ли? Ну, кстати, подруга Марины угадала одну очень интересную вещь. Потому что, насколько я знаю, Павел во многих вещах использовал приемы и подходы, которые использовались в советское время. Вот в этих вот было же довольно много работ на промышленную тему произведений, которая делалась. И, в принципе, здесь не хватает... Вот если сюда вписать бодрых, счастливых рабочих, то, может быть, это будет... И подновить. И подновить все. Ну, конечно, да. Но, тем не менее, приемы художественные, приемы профессиональные, здесь часто используют схожие. И это как раз один из приемов, который вызывает у людей вот эти вот ассоциации и чувства. Да, то, что я учился в Суриковском институте, то, что у меня есть такой художественный бэкграунд... Вы не соцреалисты учились. Нет, конечно. Вы учились у Павла Никонова. У Павла Никонова, да. Да, в шестидесятниках. И это, конечно, как-то, наверное, тоже сказалось. И здесь вдруг эти художественные приемы оказались релевантными в этой серии. Так это же очень интересно. Это же очень интересно, когда, господи, все приемы хороши, все абсолютно, другое дело, как ты их применяешь. А потом еще такая была, Марина и ваша подруга, вот было такое великое лукавство времен, что очень многое. Для того, чтобы прошло, надо было каким-то образом, такой большой булавкой английской, лучше советской, пришпилить к соцреализму. А это вот такой вот особенный соцреализм. Сколько этих реализмов было и в театре, и во всем. Каждый объяснял, что вот это, не дай бог, чтобы вы не подумали. Так что настолько был многообразен то, что даже входило в соцреализм. Но все-таки соцреализм, это скорее такая идея, как она должна быть, идеализация того, что мы должны увидеть. Ядное движение к чему-то еще. Правда, они сами до конца не поняли никогда. Сколько я бы не читал, они сами до конца не поняли, что придумали. То, что я делаю, я бы скорее назвал документальным подходом. Документальный в том плане, что я ищу какие-то свидетельства, и мне хочется, чтобы вот сами камни заговорили. Я пытаюсь добиться этой ситуации, чтобы вот те вещи, которые... У нас в экспозиции представлены обжет руве, найденные объекты. И очень важный объект в зале музей графитовой стержни, которыми люди, не представляя себе, чем это для них чревато, топили дома. И камни — это куски кирпича, оставшиеся от недостроенного дома культуры, которые... Ну, видимо, я не знала, что силикатный кирпич под воздействием воды может принимать такие формы, как морских камушков. И вот там... — Еще как. Да-да-да. Это, видимо, от качества кирпича сильно зависит. — Нет, вообще, тот силикатный кирпич, из которого столько всего понастроено, это вообще удивительный материал. Он... Во что только он не превращается. — Меня заинтересовало вот это свойство возвращения в какую-то свою первичную материю, в песок, из которого... Кирпичи были сделаны. — Меня как раз очень сильно привлекало в этом проекте именно то, что здесь... Вот это именно документальный, то есть это фактически, я не знаю, можно ли применить нон-фикшн, название к искусству, но я бы в данном случае как раз об этом и говорила, что здесь нет ни собственного мнения, как бы явно выраженного, да, мы не навязываем, художник не навязывает свое ощущение зрителю. Есть огромное количество источников, которые представлены информацией. Это и съемка с дрона, и архивные материалы, и фотография, и живопись. Это все способы представить, разные способы представить более или менее как бы объективно эту историю. — И даже переписка с немецким шпионом. — Да-да-да. — Вот это вот переписка с шпионом, там был военно-пленный. — С военным пленом, но... — Сразу шпион. — Да, но там была шпионская съемка. Шпионская съемка. Вот, да, вот вообще вот это невероятное. Какая-то совершенно другая линия вылезла абсолютно. — Да. — Здесь Гоша нам пишет, у меня отец работал в организации химзащита, ездил туда, и там зачем-то он ездил и брал меня с собой в Дзержинск. Воспоминания по запахам в городе просто удручающие, пишет Гоша. Ну, что же делать? — Ну, да, в некоторых сахах работали только в противогазах, например. Нельзя было без них находиться. — Слушайте, ну вы пишете, как там в противогазах работали, как ваш отец, точнее, воспоминает, да? — Его книжка так и называется, без противогаза не вкатя. — Что нужно было работать в противогазе, но частенько о противогазах забывали, работали так, подчастую. — Ну, там есть чудные рассказы, человек, который, будучи в противогазе, ел колбасу. Вот это такое... — Это да, это удивительно. — Ну, есть знаменитый солдатско-смекалистый способ, это коробок спичечный сюда. Вот, все, когда учение, вот спичечный коробок сюда, и можно дышать гораздо интереснее. — Под щеку? — Ну, под сам, под саму маску. Под саму маску спичечный коробок, чтобы проходил воздух просто так. Ну, это смекалка. — И все-таки история про аэрофотосъемку, вот как вы вышли на этого немца, и что это за история? — Пока я занимался проектом, я читал всю доступную литературу, общался с разными людьми, и мне в руки попала книга, которая называется «Шесть лет за колючей проволокой», которую написал бывший немецкий военнопленный. Это был летчик Люфтваффе, которого сбили во втором его боевом вылете, и он попал в плен, находился в лагерях шесть лет, в советских лагерях, в том числе в лагерях, которые находились на территории Держинской промзоны. Это очень интересные воспоминания, я их всем рекомендую, потому что там много о жизни и быти этих военнопленных, чем они питались, как они придумывали какие-то способы что-то украсть, как они устроили там теневой бизнес, у них была настоящая теневая экономика. Я с большим интересом прочитал эти воспоминания и захотел уточнить, где же находились эти промзоны, где же находились эти лагеря для военнопленных, в каких местах. Нашел электронный адрес этого Клауса Фридша, автора этой книги, и написал ему по-русски, потому что я в книге прочитал, что он отлично выучил русский язык. Я уже не ждал ответа, потому что я написал жилому человеку, ему было за 90, но он мне ответил, ответил, и у нас в переписке так получилось, что я ему отправляю снимок, сделанный немецкими шпионами, который я нашел в интернете, а он мне отправляет советскую карту, где поверх шариковой ручкой нарисовал, где находится их лагерь. Потом в процессе переписки он мне прислал фотографию, где он стоит на фоне строящегося корпуса для военнопленных в 46-м году, и он же на фоне этого же самого корпуса уже в 2000-м, когда он приезжал посмотреть на эти места. — Естественно, это представлено в экспозиции, потому что это же интересно. — Да, Клаус разрешил мне экспонировать нашу с ним переписку, но сейчас уже его нет в живых. — Тут у нас про противогазы пишут. Тут же стоило способы какие-то упомянуть обращения с противогазом. Тут тут же Альяри нам написал, проще клапан противогазе выбрать или трубку от фильтра открутить, но если инструктор поймает, тогда все, конец. — Ну, я думаю, что Дзержинский инструктор был не самой страшной карой за это. — Я думаю, что при учениях тоже само по себе бывало, если реальные учения. Поэтому я говорю смекалка со всеми кавычками. — Есть, кстати, небольшой раздел на выставке, который посвящен гражданской обороне как раз тому, что нужно делать. — С веселым юморком, да? Грустновато веселым юморком. — Ну, там все с таким юморком, очень странно. — С черным, да. — И там у меня есть картина, которая называется «Убежище». Убежище, которое я нашел, практически сохранившееся убежище под одним из цехов в заводе. Там такие двухъярусные нары. И я вдруг попал в свой детский страх. Я помню, в 80-е годы как-то говорили о возможной атомной войне. Для меня это был какой-то страшный ужас, что придется жить, скрываться с другими людьми вот в таких местах под землей и там, может быть, умереть. — Да, на самом деле, вот я помню, это тоже был, наверное, самый больший страх, что это «Убежище». — Вы знаете, вот получается так, а вот сейчас, я думаю, что уже все, но нет. У каждого поколения у нас есть своя атомная война, которую внутренне пережил. Внутренне пережил, со всеми разговорами про нее, со всеми возможностями. С книжкой это должен знать каждый, с учебными фильмами и прочими делами. Каждый пережил, и до сих пор. Вот нынешнее поколение тоже вот дети. — А как нынешнее поколение с этим соприкасается? — Ну, когда нам каждый день, каждый день Дима Ксилев говорит про ядерный пепел, говорит про еще что-нибудь в телевизоре. — Мы просто телевизор не смотрим. — Да, мы просто не знаем. Вот сейчас узнали. — Но мне верные люди, мне верные люди сказывали, что Дима этим увлекается. — Но мне кажется, что у нынешнего поколения просто другая атомная война, другие страхи, и они не менее сильные. Вот я сейчас смотрю на это поколение, мне кажется, что им гораздо страшнее жить, чем нам было. — Ну... — Потому что у нас была атомная война, у них страх на каждом шагу. — Ну, не знаю. Не знаю, нет. Ну, а что вы, пройти через несколько интересных переулков и проходных дворов в школу всего 15 минут чистого времени, ну, это было очень интересно. — Да. — Это было увлекательно, и я бы сказал, триллер такой был, бывал в 60-70-х, триллер бывал отличный. Вот. А здесь Марина спрашивает, Марина хочет ясности, Марина настаивает, а вот главный посыл — примирение, констатация или протест? — Ну, вот пускай Марина сходит на выставку, и она сама решит, какой главный посыл. — Ну, все-таки ваш внутренний, ваш внутренний. Неравнодушие же. — Другое слово. — Вы знаете, я думал о забвении, о том, что вот есть какая-то история, которая рассыпается, вот как эти кирпичи в песок, она возвращается в какое-то свое первичное состояние. Мне хотелось просто вызвать это к жизни, просто об этом поговорить, просто увидеть это своими глазами, пока оно не исчезло. — Без каких-то оценок. — Пока то, что мы можем сейчас увидеть. — Получается, что вы последний летописец, да, этих мест? Вот вы так все ощущаете? — Ну, на данный момент, — Никому это больше не надо. — Может быть, я думаю, кому-то будет еще надо. — Я тоже очень надеюсь, потому что здесь есть другое слово. Вот среди всего, что вы, Марин, перечисляете, гораздо более важное есть слово — осознание. Осознание. То есть это осознание — это помещение в собственную память и помещение в собственное сознание, в круг твоего, вот того, что ты видишь и знаешь. Ты видишь и знаешь. Чтобы это не ушло, как те же самые люди, которые у вас передовики и не передовики. Вот и все, кто жили, все, кто каждый день ходил, каждый день ходил на работу и прочее, и прочее, и прочее. Да, так что мы это должны, видите, знать обязательно. Все на Петровку. Все на Петровку, но на Петровку на ничем. — Ну, осталось совсем немного. — А когда? До 10 марта выставка работает. — То есть недели осталось, включая праздник, вот, и за эту неделю можно сходить. — Более того, можно попасть еще на авторскую экскурсию, я думаю. Павла, вы ведете экскурсию по выставке? — Да, 9 марта будет экскурсия. — Это ровно через неделю. Это следующая суббота. Ну что же. — Я думаю, что буду присутствовать и в воскресенье, в последнее воскресенье обязательно, и будет возможность встретиться на выставке и пообщаться. — Главный посыл, я бы все-таки сказал, что это действительно память, действительно попытка ухватить это в своей памяти, удержать и найти свой вход, свой личный вход в большую историю. То, что я бы хотел обратить ко всем моим зрителям, найти свой вход в большую историю. — Спасибо большое, Павел Адельнов, Дарья Камышникова у нас в гостях были. Спасибо большое, всего доброго. — И очень хорошо. Получается, что вход в большую историю через личную историю. — Ну, естественно. — Да, через личную. У каждого она своя. — Да, и через место, и через личную. — Через личную историю. — Да, да, естественно. — У каждого она своя, каждый может это сделать. — Спасибо.